Всем привет, с вами Музарубка. Максим Галкин решил не сдерживаться, психанул и сказал все, что у него на душе. Но по всем по порядку. Появилась в интернете следующая новость. В отличие от Меладзе, Максим Галкин уверенно произнес со сцены все, что он думает о России и все, что он думает о Украине. Многие знают, что его признали инагентом. И он выразился, что Россия в этом конфликте не права и уехал вместе со своей женой Пугачевой и детьми в Израиль. Сейчас он гастролирует, все у него хорошо и билеты на его кастроли и концерты разлетаются, как горячие пирожки. И вот прямо на своем последнем концерте он сказал, что у него на духу. Меня попросили быть нейтральным, но как я могу быть нейтральным? Кто-то выкрикнул из зала слава Украине. И Галкин прямо в микрофон уверенно заявил, что героям слава. Меня попросили быть нейтральным. Как я могу быть нейтральным? Уже нет. Да, я пусть не слышу, что? Героям слава. Такого точно никто не ожидал. Комментарии в личном блоге скандального артиста буквально полились рекой. Однако спустя несколько минут после публикации юморист предпочел их закрыть. Такой перформанс явно эксклюзив для европейской публики, но как оказалось, это стало эксклюзивом и для русских. Вот что они стали писать. Шокированные россияне кинулись в блок Галкина, стали оставлять слова возмущения и призывы мужа Аллы Пугачевой одуматься и не опускаться до столь вопиющей подлости. Максим забил последний гвоздь, так сказать. Надеюсь, что в Россию больше не ногой. Максим, ну ведь это подло, то, что вы сделали. Не смог пройти мимо и Дмитрий Рогозин. Политик напомнил, что отец Максима, генерал-полковник Александр Александрович, достойный и уважаемый человек. Брат Дмитрий 2006 года президент частной военно-промышленной компании, которая является партнером государства в области оснащения вооруженных сил. Откуда же ты такой выродок, Максим? Не сдержался Рогозин. А депутат Государственной Думы Сергей Соловьев осудил Галкина и сказал следующее. Это приговор себе как гражданину иностранный агент Галкин все еще не осознает и не отдает себе отчета в том, что нет ничего смешного, когда зал приветствует его. Приветствия таким вот ликованием. Я считаю, что Галкин берет пример со своего коллеги по цеху комика Зеленского. Ну, я напомню, что Зеленский не комик давным-давно, а президент Украины. Да, на минуточку. Зеленский делает шаги к пропасти, после которой уже нет возврата, прощения не будет. Да, в Россию, я думаю, что Максим Галкин точно не ногой теперь. Как вы относитесь к такому поступку Максима Галкина, что он во всеуслышание перед всеми сказал, что он за Украину. Нет, так уже не нужно. Да, я, может, не слышу, что? Героин слава. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу поступка Максима Галкина. Также обязательно ставьте лайк под этим видео, и чтобы не пропускать новые интересные ролики, обязательно подписывайтесь на этот канал. И до скорой встречи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!